здравствуйте мои дорогие поклонники компьютерных игр знаете в мире есть вещи которые никогда не кончаются когда не прекращается термоядерная реакция на солнце и когда не перестает дуть ветер вокруг нашей планеты и никогда не перестанут по крайней мере ближайшее время растить цветы деревья и трава почему это все говорит ну во первых потому что сейчас весна в самом разгаре ну а во-вторых как наверное догадались каждый день появляются новые и новые и новые и новые и новые видео развлечения в том числе и в торговые сети дэнди об этом и еще о многом другом нашей сегодняшней программе карпов и каспаров поселяются в вашем доме разрушители неба на службе мира и труда восстание роботов смертельная схватка у его не гляди на акробатиков сейчас ей богу закричу черный ястреб выходит на охоту и наконец кот по имени и сегодня не знаю по какому случаю я решил немножечко изменить схемы нашей программы и не так делать как всегда сначала про дэнди потом про сегу а потом про нитэда а сделать все вперемешку знаете чтоб всем было интересно смотреть а то когда мы заканчиваем рассказ о дэнди а у вас дома нет больше ничего кроме нее вам уже становится немножко скучновато чтобы этого не было начнем сейчас с рассказа о 16-битной игре и пусть это будет игра для приставки супер нинтендо сразу начнем круто оба называется на rice of the robots rice это не только подъем восхождение но еще и восстание восстание роботов вот что написано об этом полу люди полу машины они правят метрополисом 4 4 такая планета что меня сразу убило просто наповал и бросил с глаза так это то что в этой игре 32 мегабайта вы себе представить не можете какой-то огромный объем памяти давайте же скорее вскроем эту коробочку аккуратненько распечатаем картридж и и засуни можно сказать ванзим его приставку восстание роботов прямой потомок незабвенных и вечно живых mortal kombat и street fighter ну а что же отличает эту игрушку от вышеназванных шедевр ну как вы наверное уже заметили это попытка сделать изображение трехмерным видите как рельефным мышцы нашего героя и насколько зловеще выглядит его противник который кстати чуть не два раза выше его но это не мешает вам при некоторой сноровке и терпении все-таки его побеждать смотрите как это сделал я видите большой размер совсем еще ни о чем не говорит вот она долгожданная надпись cyber wins киборг побеждает ну а это уже совсем другая штука маленький вертки юрки очень колючий железный враг но и с ним я справился без особого труда чего собственно говоря и вам желаю в игре очень хороша музыка и спецэффекты я имею ввиду шумы лязгающие звуки мечей и различных запчастей которыми напичканы герои игры вот тут небольшая ошибочка у меня вышла но это не страшно главное вести борьбу до конца и и снова желанная надпись cyber wins я думаю что эта игра придется по вкусу тем кто жить не может без mortal kombat или street fighter и вообще без единоборных поединков и правда уже немножко надоело путешествовать по неизвестным космическим просторам с неизвестно с какой целью а тут все просто и понятно огромные трехмерные враги замечательная музыка и море удовольствия восстания роботов помимо замечательной картинки робота человека на обложке и надпись 32 мегабайта которая сразу привлекает внимание помимо того что фирма и клейм разработала эту игру а фирмой клейм вы знаете зарекомендовал себя как фирма которая понимает как делать компьютерные игры самое что не сразу бросается в глаза но привлекает безусловно это вот эта маленькая синенькая надпись including music by брайан мэй тут написано включая музыку брайана мэй я надеюсь что никому из вас не надо объяснять кто такой брайан мэй да ну а если кто-то из вас не так давно живет на этом свете я напомню что брайан мэй это один из столпов рок-н-ролла и солист вернее гитарист группы queen вот он такую сделал доброту добрую и подарил фирме клейм свою музыку по моему это очень хороший подарок как хороший подарок и вот эти два буклета это два буклета на русском языке парк юрского периода и игра mortal kombat обе эти игры как вы понимаете в формате супер нинтендо и фирма дэнди по-прежнему продолжает приближать эти игры к вам к вам к рядовым игрокам которые кроме русского языка практически как правило никакого другого не знают ну зачем вам скажем инструкция к парк юрского периода на английском или немецком языке ну что вы там поймете кроме названия а здесь теперь все на русском ошеломляющий биотехнический прогресс палеонтология старт остров нублар и все остальное описание все секреты примочки и прибамбасы спасибо большое фирме дэнди за это спасибо вам что вы продолжаете играть приставки а значит вы и дэнди всегда будет идти рука об руку а сейчас переходим к восьми битному формат трикаты же попали мне под руку это все что у нас сегодня есть восьми битных sky destroyer разрушитель неба великие зеленые береты и час мастер это про шахматы давайте начнем шахмат чтобы быстренько с ними уже от барабанца и приступить к чему-то более интересным шахмат я надеюсь вы играть умеете все ну а кто не умеет тому тем более нужно иметь такой картридж чесмастер восьми битный формат приставка но если уж ты приставку не можешь назвать с первого раза то какие тебе там шахматы это конечно шутка шахматная лихорадка охватившая в свое время всю нашу страну потихоньку возвращается к нам в компьютерном варианте все больше и больше ребят интересуются не просто боевиками а играми где нужно думать проявить свою смекалку и даже я бы сказал талант безусловно без знания специальной литературы вам у компьютера не выиграть для этого нужно хотя бы выучить дебюты то есть первые 10-15 ходов и тогда тогда у вас появляется шанс и вот такие ходы которые только что пытались сделать вам конечно компьютер делать не позволит this is not a legal move пишет он этот ход не бывает в природе и как вы наверное догадались эту игру наигрывала не я а кто подумайте алё можем прямо сейчас нас приглашают магазин дэнди на ленинском проспекте знаете такой я не никогда а да как вас найти но хорошо сейчас едем до свидания ну что друзья давайте-ка выйдем на улицу немножко расправим затекшие ручки и пальцы и посмотрим куда нас приглашают в какой-то магазин на ленинский проспект дом 99 ленинский проспект дом 99 эти слова прекрасно знакомы каждому уважающему себя подростку почему потому что на фасаде этого дома красуется пять заветных букв слоненок дэнди с грохотом путешествует по стране и всюду где падает его тяжелая лапа как грибы вырастают новые магазины битком набитые приставками картриджами покупателями и что самое главное зеваками вашими сверстниками девчонки чему вы так рады потому что первый раз зашли и увидели красивые игры очень красивые картриджи а сами играете на приставках у меня приставки нету нас нету а хотели бы иметь хотела какую знаете сегу мега драйв 2 почему но мне очень нравится очень хорошие как насчет супер нинтендо обожаю супер нинтендо очень красивые ролики и очень красиво краски у нее слишком наверно много яркие краски и как вы думаете мечта то ваша сбудется когда-нибудь или нет я сомневаюсь почему но это очень дорого а ты как думаешь мне папа обещал но я не знаю купит мне или нет слева от меня я чувствую волны такой светлой радости потому что рядом со мной стоит человек который только что купил приставку какую вы приставку пили дэнди классик 2 ну а по какому поводу вы решили сделать такую покупку вы знаете я приехал мне очень ребенок давно просит мой сын мой сын откуда приехали вот здесь я живу в москве его день рождения прошел конечно день рождения но в свое время не успел взять теперь попробую попросит ребенок у вас мальчик девочка мальчик сын у меня сколько лет пять лет андреем зовут скажите а как давно он вас уговаривал купить приставку ну вот год уже точно ну не то что целый год уговаривал попросил так мы конечно играли там привозил мой приятель вот с увлечением играть ребенок когда вы принесете домой что он вам скажет как вы думаете первое слово он уже с нетерпением меня ждет я даже не знаю принес то есть он скажет принес да это не будет сюрпризом для него нет уже нет вы в принципе довольны покупкой доволен ребенок доволен я сами играть играй иногда тоже оторваться невозможно какое место в вашей жизни занимают компьютерные игры о ну по крайней мере точно не десятая третья четвертая в моей а на первом месте что на первом пока что ничего телевизор а у тебя у меня ну точно сказать не могу тоже между телевизором книжка и собака и так и учебы учеба учеба не всегда не всегда у вас есть дома какие-то приставки у меня есть нинтендо правда не супер но она у меня к сожалению поломалась джойстики не работают старая нинтендо еще восьмибитная да восьмибит а у дэнди это это предел мечтаний или или есть какой-то такой эталон которым вы стремитесь не но она конечно хотелось бы супер нинтендо но все таки думаю что не будет супер нет почему не знаю а у тебя ну не знаю как не думал об этом мне кажется что мы уже не в том возрасте просто восьмой класс но супер нинтендо сейчас покупать это огромные деньги чтобы картиша все-таки осталось сколько лет учиться она школа трудная довольно таки надо будет поступать в институт и это поэтому сейчас она уже менее нужно чем раньше было но спасибо успеха вам счастлива как у вас возникло желание стать продавцом компьютерных игр вы знаете как с тех пор как появилась дэнди это у всех вызывают в принципе большой интерес и я не исключение в этом вопросе просто мне понравилось и вы отталкивались вы отталкивались от того что вы сами любите играть да да безусловно какая ваша самая любимая игра в дэнди в дэнди мне немножко трудно сказать потому что немножко уже для моего возраста они это пройденный этап а вот по секе по нинтендо пожалуй одни из интересных игр это urban strike мне удалось пройти все urban и все страйки джангл и urban и desert и desert вот потом на 3d очень интересные игрушки есть супер нинтендо в супер нинтендо ну естественно donkey kong это хитовой прошел до конца нет у меня просто времени его black hawk неплохой бабси неплохой вообще больше и больше для детей юрский парк какой самый популярный катыш у покупателей по супер нинтендо пожалуй donkey kong у вас достаточно его на складе ну когда как но стиплер пока обеспечивает нас а куда же он денется если спрос на подобную продукцию все растет и растет всем известные примеры предновогодней лихорадки когда магазины брали штурмом а слова donkey kong повторялись в очередях чаще чем привычные в такой ситуации короткие словечки на носу весенние каникулы и в магазинах дэнди снова будет жарко ну что ж вы не знаем только что побывали в магазине я надеюсь что многие из вас захотят туда поехать и тоже что-нибудь посмотреть если не купить то хотя бы полюбопытствовать но честно вам скажу удержаться практически невозможно я себя держал двумя руками чтобы не купить чего-нибудь хотя как вы знаете у меня все эти игры есть я в них могу играть так сказать сколько угодно на такое привилегированное положение как у ведущего нашей программы но я еле-еле держал себя чтобы не купить какой-нибудь все равно какой красочный такой вот новенький из магазина другое дело что у нас здесь все это есть но в магазине то как-то вроде поновее и я принес с собой несколько тенджей из магазина один из них вот о котором хотел рассказать фирма ocean фирма океан все крупнее и крупнее пишет название своей фирме наверное время и вместо название игры и какого-нибудь рисунка название фирмы оушен будет во всю коробку да они гордятся тем что делают и узнаете по праву гордятся игра и заки кошка по имени и скорее всего код потому что ик это мужское имя давайте посмотрим что это такое а я пока вам расскажу об этой игре ик-декет отказалось что рассказывать особенно нечего но разве что вот это барство которое можно себе позволить благодаря 16-битному процессору целый начальный мультфильм о путешествиях кота по имени ик верно имелось ввиду то что он часто и кайту ведь какая нам здесь какая прелесть и ик-декет так называется игра и конечно огромный объем памяти который ушел у создателей на мультипликационный фильм немножечко отразился и на самой игре честно вам признаюсь для меня как для эксперта а я могу себя таковым уже считать эта игра не показалась интересной хотя конечно повторю я а во-первых взрослый и б люблю игры несколько другого плана ну а если вам от 8 до 10 лет то игра ик-декет может служить первой игрой в жизни на приставке супер нинтендо мы когда начинали супер марио вы начните с ик-декет и Продолжение следует... Так, уху-ху, 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 с 8 лет написано, можно играть в эту игру, производство фирмы Sony Electronic Publisher. Фирма Sony, она тоже известна, и нечего даже об этом больше говорить. Теперь мы снова переключаемся, но не на 8-битный формат, а на 16-битный же, на 7-битный. Супер Нинтендо. Настоящее японское качество. Технология, не имеющая аналогов. Супер игра, в которой ты повелитель. Будь хозяином новой реальности. Уже сегодня в магазинах Дэнди во всей стране совершенно игровая система. Супер Нинтендо. Вот оно, моё Аэроакробэт. Тут небольшая игра слов, как обычно. Это не просто воздушный акробат, но, видите, слово бэт написано через черточку, потому что бэт, как мы с вами знаем, это по-английски летучая мышь. Тут такая игра слов. Аэроакробэт. Это и акробат, но и летучая мышь тоже. Это седовская игрушка. Мы её вставляем. До конца нашей передачи осталось очень мало времени, к сожалению. Напоследок побалуемся акробатиками. Помните, в известной песне Владимира Высоцкого есть такие строки? «Ой, Вань, гляди на акробатика, сейчас ей-богу закричу!» Несмотря на зловещую физиономию этого атлета, игра эта лишена насилия. И это очень симпатично мне. Как мне надоели эти стрелялки да лазерные пулялки, кто бы знал. Ну, а здесь никакого оружия у него нет, кроме собственной ловкости. И, как вы понимаете, суперплаща, которым обладает любая летучая мышь, ну, а особенно героиня компьютерной игры. Задача героя, с одной стороны, простая, а с другой стороны, сложная. Нужно выполнить огромное количество разнообразных цирковых трюков. Ну, это ему, как вы понимаете, по плечу. А главное, пройти уровень за уровнем и остаться живым. Если вы прислушаетесь к музыке, то многие из вас наверняка узнают знакомую мелодию. Ну-ка, давайте послушаем. Узнали? Да, совершенно верно. Это вечная незабываемая мелодия, которая называется «Танец с саблями». Написал ее наш с вами соотечественник, композитор Арам Хачатурян. И, естественно, знать не знал, что под эту музыку будут погибать летучие мыши в цирке. В приставку «Дэнди» попал картридж, который называется «Скай Ристояр» — «Разрушитель неба». Девчонки, вы можете сходить, пока поесть котлет с огурцами. Сейчас только для мальчишек. Хотя, бог его знает, ведь мы знаем, что в истории было много летчиц. Женя Руднева и другие ее подруги воевали, летали на самолетах и бомбили врага. То же самое происходит и в этой игре. Только еще круче и еще страшнее. Не попал. Попал. Разрушим небо вместе. Да уж, с такой меткостью, пожалуй, разрушим ничего. Помните, как много лет назад взрослые дядьки покупали за бешеные деньги персональные компьютеры и всего-то навсего для того, чтобы своровать где-нибудь у соседа какую-нибудь ворованную же копию игры F-15 и с утра до ночи, а то и до утра, пытаться воображать себя военным летчиком. А надо-то всего было. Купить маленькую приставку «Дэнди» и маленький картридж «Скай Дестройер». И всякий F-15 отдыхает, как отдыхает вот этот корабль, который только что на ваших глазах был разрушен. Небо принадлежит Господу Богу. Его, конечно, невозможно разрушить. А вот вражеские корабли и самолеты, пожалуйста. Тем более вреда от этого никому. Бульк? Бывает. Ах, если бы у меня было шесть рук, три пары глаз и... И чего? И одна голова. Одной головы достаточно. Как бы я мог играть сразу на «Дэнди», на «Сеги» и на «Супер Нинтэнг»? В это время я бы смотрел на три телевизора, где одновременно было бы три игры. Представляете, как бы было здорово, какой бы я был симпатичен. Шестью руками и шестью глазами. Но, к сожалению, пока это мне не доступно. Я пытаюсь найти какие-то связи в мире медицины, чтобы мне пришили еще две пары рук. Но пока, пока это все невозможно. Поэтому будем по порядку. И снова вернемся в 16-битный «Супер Нинтендовский» формат. И вот этот картридж, который своей черной чернотой и глянцевой глинцевизной, просто очаровывает меня. «Блэк Хавк». Так бы назвали его вы, мои дорогие, безграмотные друзья. Ну, а по-английски, на самом деле, это называется «Блэк Хок». «Хок» — это ястреб. «Блэк» — это черный. Поэтому нетрудно совершенно догадаться, что «Блэк Хок» — это черный ястреб. Кто ж такой черный ястреб? Посмотрим. Фирма «Лагуна». Неизвестно мне до сели контора. Что такое? Первый раз слышу. Все написано по-немецки. По-немецки я не бум-бум. Так что будем говорить на языке новой реальности. Черный ястреб взлетел над морем. Над каким еще морем? Вот всегда говорил себе, сначала поиграя в игру, потом начинаю мне рассказывать. Но иногда так не выходит. И приходится комментировать прямо по ходу пьесы. Вот то, что на ваших глазах черный ястреб практически уничтожил своего врага. А тут, глядишь, и снова какой-то гад спрятался за водопадом и стреляет в нас из пистолета. Но мы тоже не лыком шиты и не лаптем деланы. Поэтому вперед за черным ястребом по мрачным подземельям. Благородная вдумчивая игрушка, похожая на Костыльванию и, конечно, прежде всего, на незабвенного принца Персии. Ну что вы смотрите на меня? Что вы смотрите? Наша программа подошла к концу. А то, что у меня висят джойстики на шее, так это наша Дэндис Кэмода. Сейчас так все ходят. Не верьте, выйдите на улицу, посмотрите. Ну, это на самом деле все шутки, а мне хотелось бы подвести итоги нашей сегодняшней с вами работы. Это действительно работа. Это не просто развлечение сидеть, смотреть телевизор. Это работа, потому что я работаю для вас. Вы, когда нажимаете кнопки, работаете так или иначе для меня. Потому что, если бы не было вас, мне не о чем было бы рассказывать, а главное, некому. Так вот, что мы сегодня сделали с вами? Мы посмотрели сегодня две Дэндиски игры, две Сековские, три Супер Нинтендовские. Узнали, что выпущены новые буклеты на русском языке. Побывали в магазине Дэнди и поздоровались с вами. Ну, а сейчас пришла пора попрощаться. Что я делаю? С одной стороны, с удовольствием, а с другой стороны, с большой печалью. Но, качается особенно нечего, мы встретимся ровно через неделю. Пока!